приветствую всех зрителей моего канала он с уважением отношусь ко всем мнениям которые выражаются по поводу подводной охоты и за и против и хотел бы сегодня он без прикрас показать вам свое видео как все-таки тяжело подводным охотникам добывать рыбу то что на ю тубе много роликов все они отредактированные люди стремятся показать свой успех вот я же хочу напротив показать вам как это все тяжело сколько нужно потратить сил времени вот чтобы что-то хоть подстрелить себе так скажем покушать себе своей семье вот сколько это занимает по времени и тому подобное что же все таки что же все таки такое подводная охота подводная охота чрезвычайно это распространенное увеличение сейчас в этом смысле с ней не может сравниться необычная наземная охота нетрадиционное любительское рыболовство неразличные виды спорта разве что только это все вместе а у столь многообразного дела естественно и проблем немало именно им а точнее их решением посвящена хорошая книга виталия виноградова на которую я и буду ссылаться да простит меня виталий стаж моей подводной охоты в этом году приближается уже к 30-летию когда в нашей стране подводная охота только зарождалась перед нами перед тем кто начинал эту подводную охоту стояла лишь одна проблема где взять снаряжение и хоть что-то хоть что-нибудь чем можно охотиться решали и почти все одинаково из подручных средств и все своими силами из своих материалов тогда казалось что поимев маску трубку ласты и ружье охотник обретал полное счастье и и мечтать больше не о чем вот она проходит время и вы непроизвольно начинаете испытывать потребность чем-то еще теперь это уже не только снаряжение но и опыт различных охот в различных условиях необходимость в знаниях повадок рыб правовых знаниях неестественно и еще много-много другого без чего невозможно современная подводная охота кроме рыбы для ухи и элементарного адреналина от охоты появилась потребность высшего порядка желание получить эстетическое удовольствие и моральное удовольствие от познания тонкости природных ресурсов сегодня под традиционным любительским рыболовством все понимают лов рыбы например удочки спиннинг им с но спиннингом донками кружками ну и так далее и получилось так что традиционное рыболовы смотрят косо на подводных охотников и даже просто обвиняют это занятие браконьерство вот именно с этой целью я и сделал это видео для тех кто так говорит хотя вряд ли у них хватит терпения досмотреть его до конца и она даже не полная полностью бы она заняла более трех с половиной часов а результат всего одна щука небольших размеров и так заканчивается большинство охот а то вообще ну а то и вообще можно от охотиться вообще без рыбы вот за это время допустим на удочку или там на спиннинг можно наловить гораздо больше рыбы на ластах приходится преодолевать значительное расстояние до нескольких километров в поисках рыбы в основном и против течения что конечно усилием приходится прилагать значительно больше к сожалению и сегодня среди некоторых даже продвинутых рыболовов есть определенное предубеждение к нашему спорту и хобби я видел я выделил именно продвинутых как раз потому что в основе такого негативного отношения лежат отсутствие информации и знания о том что же такое подводная охота так что же это такое чем принципиально охота на рыб из-под воды отличается от охот на рыб с берега или лодки давайте разберемся с точки зрения воздействия на рыбные запасы а в действующих правил любительского и спортивного рыболовства установлена одни нормы вылова для всех например 5 килограммов в день выловив больше нарушитель и неважно ловили ловил допустим ты рыбу спиннингом или добыл ее подводным ружьем в качестве аргументов некоторых противников охоты часто используется тот факт что добычей у нас бывает как правило крупная рыба мол ну это наносит вред всей рыбьей популяции но вот что по этому поводу устами своей их теологической службы пишет главное рыболовное ведомство стороны значит цитирую в отличие от наиболее популярных любительских способов ловли рыбы на поплавочную удочку мормышку блесну при которых вылавливается значительное колы количество молодей рыб объектами подводной охоты в подавляющем большинстве случаев являются рыбы крупные достигшие половозрелости как правило уже успевшие оставить потомство также необходимо учитывать что водоемами пригодными для подводной охоты по показателям прозрачности воды являются преимущественно небольшие реки и озера рыбные запасы которых не используются или не до используются действующими организациями рыбной промышленности связи с этим а также учитывая что численность подводных охотников по сравнению с численностью рыболовов любителей крайне незначительно подводную охоту следует рассматривать как не наносящую ущерб рыбным запасам ни с биологических не с экономических позиций вот учитывая изложение глав рыбвод не находит основания для ограничения развития подводной охоты в нашей стране другой расхожий аргумент тех кому охотники не по душе звучит так им то есть охотникам слишком легко дается рыба вот охотник типа только в лес в воду и всего за час у него уже там две шикарные щуки там ну и тому подобное а я за весь день взял одного щуренка извините это уже полная ерунда чтобы рассуждать на тему легко или нет рыболову как минимум следует самому надеть снаряжение полезть в воду и испытать как это просто у меня был случай я вышел из воды а когда был воде слышал мне там с берега кричали вот типа по наехали тут нам всю рыбу сейчас перестреляет нам и ловить нечего будет я как раз закончилась моя охота тем что у меня кукан был полностью пустой я вышел из воды вот и предложил им попробовать как это я подошел смотрю у них несколько там щурят я говорю вот вы поймали щурят а щурята еще не достигли плавозрелости вот они могли дать потомство а мой кукан извините я проплавал три часа и он у меня извините пуст так я могу я могу выбрать то что мне выстрелить то что мне забрать с собой а ты нет ты берешь только то что тебе клюет вот и предложил им надеть костюм и попробовать как это будет он горит дача его самоубийца что ли типа того лезть туда я говорю ну прежде чем делать какие-то выводы нужно попробовать самому а потом уже делать какие-то выводы вот например мнение по данному вопроса официального лица начальника управления надзора по охране воспроизводству и использованию водных биологических фриз ресурсов федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору владимира петровича арсеньева это значит отрывок из газеты рыбак рыбака от 8 14 11 2006 года лично я ну я цитирую лично я не считаю разумным запрещать уловистые любительские снасти поскольку для контроля есть другие механизмы прежде всего норма вылова а если ты не можешь обеспечить соблюдение норм вылова это уже извини твои беды положено скажем 5 килограмм а уж как быстро рыболов сможет эту норму выполнить за час или за день это неважно а вводя запреты на уловистые снасти можно далеко зайти можно например за запретить уловистые блесны или другие современные приманки другими словами есть ли даже считать подводную охоту слишком добычным добычливым видом любительского рыбоводства это не может служить основанием для ее ограничения или запрет пожалуй это все аргументы которые с претензией на объективность имеются у противников подводной охоты еще из из уст тех же спиннингистов я слышал такой упрек вы убийцы и действительно это ну возразить конечно нечего вот но позвольте разве рыболов пойманную рыбу съедает живой что потаскать ее на крючке затем посадить и держать несколько часов в клетке или там в садке а потом камнем по башке завершить это дело это что гуманизм такой тоже вот рыболовы могут ловить по принципу поймал отпустил а мы допустим подводные охотники так не можем потому что рыба сильно покалеченная и это верно только еще больший вопрос возникает хорош ли этот принцип допустим если вас заблеснить за яйца подержать вас на крючке да еще и подвесить пока вы ее вытаскиваете эту рыбу какие ощущения вы испытаете какой кайф от этого испытаете а потом вас отстегнуть с этого крючка и отпустить обратно домой как вы будете я не знаю рыба в принципе тоже живая вот если убивать значит убивать ну я не знаю этот принцип он поймал отпустил тоже вещь сомнительная тоже живой организм и она это колоссальный стресс для нее не факт что она после этого выживет хоть ее там пинцетом с крючка вы снимаете или это вот что по этому поводу кстати пишет кандидат биологических наук берестовский журнал охота номер одиннадцать от двух тысяч шестого года с точки зрения нашего национального я цитирую национального менталитета лов рыбы по принципу поймал отпустил он является глубоко аморальной формы отношения к природе и глумлением над плодами ее труда по сути на лососевых водоемах принцип поймал отпустил это узаконенное браконьерство и экологическая диверсия и ничего кроме бед он не приносит в чем смогли убедиться и в америке и в западной европе где этот бизнес теперь базируется строго на коммерческом рыборазведении поскольку дикую рыбу там под ангажированный шумок с помощью поймал отпустил уже благополучно прикончили то есть вот вам заключение кандидата биологических наук это человек который защитил защищает кандидатскую если он еще кандидат вот именно по этому принципу поймал отпустил некоторые наиболее цивилизованные не понаслышке знающие что такое подводная охота рыболовы и рыболовные функционеры отмежевываются от нас на том основании что охотник не оставляет рыбе право выбора в то время как рыболов ловит только ту рыбу которая сама клюет ему на крючок ну конечно с этим утверждением не поспоришь но что это меняет с точки зрения воздействия на рыбные запасы но абсолютно ничего у всех единая норма вылова о чем мы уже говорили остается моральный аспект с этих позиций охотник который идет в бой с открытым забралом конечно в кавычках то есть с ружьем на перевес либо побеждает своего противника либо остается с носом что в большинстве случаев и остается выглядит вполне добропорядочной если учесть то что бой происходит на территории противника то есть подводный охотник это не его среда обитания то есть это территория противника на кого он охотится на рыбу то действие охотника иначе как ну высокоморальным что ли открытием и честным ну можно конечно так назвать но а рыболовы вот не в обиду вот всем моим подписчикам рыболов и я вам я вас всех люблю уважаю вы хорошие ребята это эта тема не не для вас вот а вот те вот рыболовы которые вот честно так скажем не любят подводных охотников и готовы просто проплывая мимо на лодке без мотора размахнуться веслом и еще бахнуть по башке вот то есть ну это люди абсолютно безграмотные те которые жадные вот здесь моя рыба что-то сюда приплыла и тому подобное вот ну что такое рыбак каков каков их принцип ловли рыбы на крючок вот вот это принцип принцип обмана вместо съедобного чего-то там ну что рыба может съесть ей подсовывают там червяка живца там или что-то еще и внутрь его прячется прячется крючок острый крючок вот рыба естественно видит свое любимое лаковство она его кушает и рыбак в этот момент делает подсечку и рыбу получает естественно колючий укол вот все это дело это способ обманный способ ловли рыбу а подводный охотник на чужой территории здесь равные шансы рыба проворная рыба двигается нужно попасть нужно попасть здесь шансы уравнялись здесь нет никакого обмана вот подводный охотник в чужой среде в среде обитания рыбы так чей же подход к процессу добычи рыбы можно назвать моральные родственность обычного рыболова и подводного охотника признавалась с самого начала первые публикации о новом увлечении и спорте появились в главном периодическом рыболовном издании тех лет альманах рыболов спортсмен номер 7 за 1957 года выпуска вот что писали ровно полвека назад Дашкевич и Карпиченко в последнее десятилетие это я цитирую в последнее десятилетие за границей получила развитие новый вид спорта подводная охота особенно широко она распространена на средиземном море и калифорнийском побережье также во франции италии австрии имеются многочисленные клубы подводных охотников проводятся соревнования конкурсы выпускается литература о подводной охоте в 1955 году в англии насчитывалось около двухсот пятидесяти тысяч тысяч подводных охотников фигура подводного охотника в маске и неуклюжих ластах с подводным ружьем в руках стала привычной на побережье многих стран мира вот как подводная охота воспитывает смелость решительность наблюдательность вырабатывает быстроту реакции она учит хорошо плавать нырять владеть своим дыханием метко стрелять в своеобразных подводных условиях от рыболова требуется незаурядная ловкость и большая подвижность подводная охота имеет большое значение и с научной точки зрения а как показывает опыт их теологии пользуется сведениями подводных охотников даже и вносит значительные коррективы в свои труды таким образом помимо чистого спортивного интереса подводная охота имеет большое значение и с научной точки зрения как показывает опыт их теологии пользуются сведениями подводных охотников и вносит значительные коррективы в свои труды даже таким образом помимо чисто спортивного интереса подводная охота является также весьма важной и в деле изучения жизни рыб ее миграции поведения ну и так далее что особенно нужно для нашей страны так сказать все богатства которые земные и водные принадлежат народу с точки зрения закона как все выглядит на самом деле все прекрасно видите это отдельная тема для разговора вот но в нашей стране подводная охота находится еще так скажем в зачаточном состоянии первые подводные рыболовы появились у нас на днепре значит в июне 1955 года газета комсомольская правда за номером 150 поместила у них небольшую корреспонденцию в которой описывалась ну в которой описывается этот увлекательный вид спорта спорт этот очень интересен и заслуживает широкого распространения среди рыболовов спортсменов нашей страны особенно среди молодежи если учесть то что сейчас допустим наша молодежь это в основном кнопка тыки за компьютерами сидят тыкают на кнопочки на клавиатуре в альманахе за номером 13 1959 года публикации опубликовали правила подводной охоты в СССР уже тогда было признано что подводная охота является одним из способов любительского рыболовства этот основополагающий факт неоднократно фиксировался в документах главной государственной организации по рыболовству последний раз в приказе госком рыболовство за номером 220 от 20.06.2001 года статья 12 вот можете почитать однако широкая информация о подводной охоте до недавнего времени не было что и послужило основой того негативного отношения многих рыболовов к ныряющим коллегам скажем так поворотным моментом в отношении к нам властей стало изменение статьи 10 общих положений правил рыболовства приказ министра рыбного хозяйства номер 448 от 2 8 85 года которая разрешила подводную охоту повсеместно приравняв уже юридически всех любителей рыбалки подводные охотники придерживаются неписаного правила приводят найденные запрещенные орудия лова в полную негодность и затем выбрасывают их на берег если рыболовная сеть не утеряна и имеет явно своего хозяина то о находке сообщается в рыбинспекцию среди подводных охотников немало общественных рыбинспекторов а есть и такие которые совместно с государственной рыбинспекцией регулярно занимаются борьбой с браконьерством на водоемах услуги людей способных при необходимости опуститься под воду оказывается очень кстати при отыскании свидетельств преступления деятельности браконьеров всякий любитель природы а рыболов и подводный охотник в особенности должен заботиться о чистоте больших и малых рек озер и водохранилищ подводник первым увидит какие-либо изменения в воде и в случае необходимости первым может забить тревогу в последние годы подводные федерации и клубы осуществляет инициативное зарыбление водоемов и используя свои подводные возможности очищают их от крупногабаритного хлама в этом фильме я хотел вам показать один день из жизни подводного охотника как происходит подводная охота и актуальны ли те упреки к подводным охотникам что огрузился рыбы там за один раз там выловил там больше чем положено вот это все ну я бы так сказал не честно по отношению к подводным охотникам потому что те ролики которые блогеры выкладывают на ютубе там что много рыбы там они настреляли это редкие моменты жизни подводного охотника очень редкие рыбу нужно искать рыбу нужно знать где искать вот так что подводный охотник это не браконьер даже я вам больше скажу это люди увлеченные это люди больные да как и любой рыбак он больной вот он бежит с утра с удочкой там счастливый на рыбалку сам факт то что я не огорчаюсь допустим тем что я приезжаю домой без рыбы вот целый день я там маюсь пробираюсь сквозь эти заросли там и тому подобное нет абсолютно нет я получаю от этого огромное удовольствие и сам факт присутствие рыбы меня нисколько не волнует если она у меня на кукане или у меня ее нет на кукане вот я позанимался спортом вот я побывал в другой стихии скажем так нисколько я не огружаюсь тем фактом что у меня на кукане нет рыбы если я кого-то обидел в этом фильме заранее прошу прощения вот у рыбаков все мы ребята на голову ошиблены что наземные что подводные рыбаки вот и каждый приходит к своей цели своей дорогой вот но должно быть взаимопонимание между нами вот что честный рыбак он никогда не будет браконьером а браконьер никогда не будет честным рыбаком и от этих индивидов надо избавляться вот так что будем вместе заодно удачи всем огромного здоровья давайте будем с уважением относиться друг к другу всем удачи всех благ короче ребята подписывайтесь на канал будем дружить каналами будем полезны друг другу всем удачи и пока не пока он тоже вд к и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...